В квартире 34 произошел пожар 24 января 2017 года. Это был третий пожар за сутки. За день до этого, 23 января, два раза приезжали сотрудники МЧС. Насколько я знаю, это было возгорание на плите, затем было возгорание кресла. Все было вовремя ликвидировано, не знаю, при помощи сотрудников или и без. И вчера, возвращаясь домой, примерно в 16.20, выйдя на остановку Уральской из трамвая, я планировала зайти в магазин, но услышала сирены, почувствовала запах дыма. И как-то внутренне, наверное, почувствовала, что что-то происходит. Но я никак не могла подумать, что реально третий раз это может произойти. Подойдя к дому, я обратила внимание, что дым не со стороны моих окон. Следовательно, он где-то внутри двора, и окна выходят во двор. Но подойдя чуть-чуть ближе, я поняла, что горит соседская квартира, в которой до этого уже были инциденты. Ну, как началось? Я сидел на кухне, в компьютере был, и почувствовал запах Гарри. Подумал, что бабушка. Ну, она когда утюгом пользуется, отпаривает что-то, похожий запах, но больше пара запахов. Ну, пошел у нее узнать, что. Она говорит, не она, и тоже почувствовала. И вот прямо в этот же момент, когда я шел к ней в комнату, отец начал в дверь стучать. Я открываю тут же, его даже не видно было прямо, он прямо на пороге стоял, но его не было видно. И чернющий дым просто на всю высоту двери, чернющий дым. Он забегает вовнутрь, там, откашлялся, ну, ему немножко плохо было. Я закрыл дверь и сразу звонил 101. Ну, это в полпятого вечера мы были дома с ребенком. У нас стиралось белье, и когда дым уже пошел, ну, с дверей прямо в комнату, я говорю, доченька, миленькая, давай быстрее, говорю, одевайся. Говорю, и на балкон. И вот на балконе я ее закрыла, и мне стало плохо, я упала, мне уже создание приводило скорая помощь. Потом уже вынесли мою дочку. Ну, минуты три, три-пять минут максимум. Первая машина уже точно подъезжала. Поднял, я в подъезд поднялась около восьми часов вечера. Не могу сказать точно. Было темно. Мы долго не могли открыть дверь своей квартиры. Пришлось вызвать мастера. Ну, произошла, насколько я понимаю, деформация замка. В общем, дверь пришлось скрывать. Конечно, страшно. Первое, что я зашла и посмотрела, это стену, которая прилегает к той квартире. Но стена несущая, достаточно толстая, поэтому у нас в квартире никаких повреждений нет. Кричала немым голосом, помогите, спасите. У меня ребенок маленький на руках. Вот за это я сильно переживала. А остальное у меня было все равно. Лестницу пригнали тоже. Вот какая-то тетенька нам что-то кричала на балконе. Вы горите. Ну, мы стоим, как бы уже знаем. Все вроде нормально. Нам все сказали. Она кричит, что-то волнуется за нас. С улицы, да. Да, потом пошла по жарным, сказала. Видно было, он по рации передал, наверное. И лестница тоже с части приехала. Ну, минуты через две, наверное. Две минуты? Даже не было две минуты. Полторы, а то и минута. И уже была машина здесь. Только я позвонила, они уже тут. В квартире проживает дворник наш. Я не знаю даже, как его зовут. И его сожительница. Дворник практически каждый день я вижу, как он на улице убирает. В общем-то, запахи были в квартире неприятные у них, это однозначно. Он курил в квартире, он курил в лифте, он курил в подъезде. У меня такие соседи, что пьют то, что горит. И даже не знаю, как их назвать. После того, всего то, что я перенесла. Ну, в общем, они не с хорошего, не хорошее мнение о них. Какой-то не хорошее, все. Вот, не хорошее мнение. И тут собирались у них такие, друзья такие, и выпеки, и прочее такое вот было у них. Пожар достаточно непредсказуемая ситуация для любого жителя. И от этого, наверное, не может быть страхован ни один человек. Предостеречься, как-то позаботиться о себе, я думаю, что должен каждый. Очень страшно. Но, честно хочу сказать и отметить работников МЧС. Действительно, в виде их работы, слаженную, бесстрашие. Как-то стало сразу спокойнее. Я поняла, что все будет хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...